Только убийства в здании вернулись с четвертым сезоном, и можно сказать, что шоу вернулось громко. Это был самый гладкий, глянцевый и смешной первый эпизод в истории шоу, продолжающий сюжет сразу после финала третьего сезона. Финал сосредоточился на находке тела Сажа, а у трио героев разные мысли о будущем. Давайте углубимся в эпизод и разберем все, что можно из него вынести. Вот объяснение концовки первой серии четвертого сезона «Только убийства в здании». Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Я разберу видео по сюжетным линиям каждого персонажа, так как у всех происходит что-то свое. Чарльз. Чарльз был главным героем этого эпизода шоу. После финала третьего сезона, где мы узнали, что Сажа убил загадочный стрелок напротив здания через дорогу, в окне была пулевая дыра, издававшая свист, который его беспокоил. Это напоминало жужжащую муху в спагетти в эстерне и поезд на рельсах. Чарльз понял, что-то не так с Саж. Она не отвечала, а ВЛА ее дом пустовал. В этой серии я заметил акцент на числе четверой, что намекает на его важность. Чарльз назвал четыре, торгуясь о цене прав на фильм о их жизни. В квартире было четыре фрукта, четыре кошки на фото новостей в телефоне и четыре рентгеновских снимка костей, которые были у Саж внутри из Болгарии. Это подтвердило ее смерть, когда Чарльз пошел к печи. Сейчас не могу точно сказать, насколько это важно, но думаю, что по ходу сезона цифра четыре сыграет ключевую роль в истории. Постепенная подача подсказок уже точно началась. Саж был в мыслях Чарльза даже на вечеринке, и когда Лестер позвонил о записке про окно, которую Чарльз не посылал, он вернулся домой, чтобы изучить окно. С пулевым отверстием, кровью на ручке печи и собакой Говарда, Грейви, бывшей трупоискателем, которая находит умерших, их привело к печи, где нашли кости Сажа. Саж был похож на Чарльза в темноте, и все случилось в его квартире, так что убийство, вероятно, предназначалось ему. Это поднимает вопрос, кто мог быть ответственен за это. Единственное, что мы получили от убийцы – сообщение, что он не друг Чарльза. Сейчас возможности безграничны. В отличие от прошлого сезона, здесь нет множества подозреваемых с самого начала. В первом эпизоде мы не встретили никого, кто мог бы быть потенциальным убийцей. Мы знаем, что у убийцы есть доступ к дому и квартире Чарльза, причем без следов взлома. Так что преступник, вероятно, очень близок к Чарльзу. Убийца сказал, что не друг Чарльза, но что, если это ложь? Как гласит записка на столе Сажа, нам придется вести долгую игру. Мне понравилась одинокая нота пианино, звучавшая при приближении камеры к расстроенному лицу Чарльза. Это создало неожиданный эмоциональный момент. Это показало универсальность Стива Мартина. Он мог быть уморительным в одной сцене и эмоциональным в другой. Мэйбл сомневалась в своей ценности после того, как Беф предложила снять фильм о Трио. Ее называли бездомной бормотухой, и мысль о продаже прав на свою жизнь пугала ее, потому что она считала, что ее нынешнее состояние временно, и не хотела, чтобы ее так запомнили. Она не хотела, чтобы ее запомнили такой. Начало эпизода было о просмотре домашних видео и сложности отождествления себя с прошлым. Это стало важным, когда Промаунт захотел снять фильм о них троих. Это заставило ее задуматься и усомниться, хочет ли она вообще участвовать в этом. Однако, поняв важность отказа от прав, она выжила, избев все возможное, чтобы достичь комфортного для себя решения. Название эпизода «Однажды на Диком Западе» отлично отражало состояние ума Мэйбл и ее положение в настоящем. Ее жизнь была во власти прошлого, того «однажды», а будущее оставалось неясным, ведь она давно застряла в подвешенном состоянии. У Оливера Оливера были, пожалуй, самые смешные моменты в этом эпизоде шоу. Его пьесу «Предсмертный хрип» сняли с Бродвея, и он не знал, что теперь делать со своей жизнью, особенно учитывая, что Лоретта только что уехала в Лос-Анджелес ради предложенной ей роли на ТВ. Это привело его к отчаянию, что сделало его сюжетную линию абсолютно уморительной. Он хотел, чтобы о них сняли фильм. Это был следующий проект, в который он мог вцепиться зубами, но нежелание Мэйбл его расстраивало. Любовь к Лоретте была сильной, но недостаточной для переезда в Л.А. Он любит свою жизнь в городе, но Лоретта может его увезти. Мой отзыв об эпизоде. Я считаю, что первый эпизод шоу был очень хорошим. Начало в квартире Чарльза, где намекали на мертвого Сажа на полу, и все отсылки к прошлым событиям были действительно захватывающими и увлекательными для просмотра. Шоу играло с нами, что редко удается сделать так убедительно. По-моему, Мартин Шорт украл эпизод своим юмором. Будь то его отчаяние, раздражение на Чарльза из-за Сажа или нежелание Мэйбл сниматься в фильме. Он был просто уморителен. Когда он сидел у печи, этот момент меня покорил. Съемка этого эпизода казалась на уровень выше предыдущего сезона. Он был глянцевым, с плавными переходами, приятными глазу. Чувствуется, что шоу прошло путь роста качества, и когда сравниваешь с первым сезоном, оно намного сильнее. И мне нравится, что оно пошло в этом направлении. История о съемках фильма о них уместна, отражая рост сериала в реальности. Химия между тремя актерами просто уникальна. Основа шоу – это химия между Стивом Мартином и Мартином Шортом, их давняя дружба. Селена Гомес отлично вписалась в их динамику. Без их связи на экране шоу бы не существовало. Единственный минус этого эпизода – недостаток реализма в некоторых моментах. Например, в сцене, где выясняется, что Саз мертва, а ее тело в мусоросжигателе. Слишком легко они пришли к этому выводу, без особых улик. Как-то натянуто. Но это можно простить, ведь шоу в первую очередь о том, чтобы зрители хорошо проводили время, пытаясь угадать, кто убийца и каковы его мотивы. Уже жду следующую серию, надеюсь, там мы начнем рассмотрим улики о том, кто мог стоять за случайным убийством Саза, если оно предназначалось Чарльзу и почему его хотели убить. Ждем следующую неделю. Вот и все. Разбор концовки первой серии четвертого сезона «Только убийства в здании». Продолжение следует...